Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 марта и как всегда сейчас мы отвечу вам, побеседуем, отвечу на вопросы, которые приходят на канал. Два дня я не выходила в сеть, тут у меня внук гостил, кружил меня, кружил, кручу, верчу. Я от бегания с внуком устала намного больше, чем от пикировки и посевов. И теперь, занимаясь растениями, просто отдыхаю. Столько энергии требуется, чтобы удержать маленького трехлетнего ребенка в каких-то рамках. Так, вот начинаем. Сегодня выложила в какой фазе пикировать томаты, потом про использование монофосфата калия и что перец, который на продажу я вырастить решила, взошел намного лучше этого. И в основном комментарии все свежие по этому видео. Так, вот Лариса пишет, перчик супер, от которого продажный перец. Ольга Редькина пишет, спасибо вам, мне все понятнее с каждым новым уроком, потому что я, как говорила, что одно, другое, третье, оно вот так складывается в единую картину. К сожалению, она пишет, подскажите, пожалуйста, рассаду лука можно пикировать или нет? Дочь и помощница помогли насеять, получилось слишком густо. Оль, к сожалению, еще раз говорю, что я лук вот такой через рассаду не выращиваю. Я обычно под зиму, это проще и удобнее. Я вот осенью его натыкала, сейчас весной, когда у меня горячая пора, у меня уже не будет проблемы высаживать этот лук, как-то там грядки готовить. У меня уже все готово, поэтому про рассаду лука, вот про эти тоненькие ниточки, ничего даже сказать вам не могу. Вот тут Елена Верткова дала совет, что можно его подрезать, чтобы не падал и дотянуть до высадки в грунт. Потому что при пересадке, наверное, он все-таки нежный и не все приживутся, я так думаю. Ольга Парфенова пишет, это вот старый-старый ролик, еще летний, хочу открыть вам свой секрет получения богатых урожаев, где я говорила, что только труд, любовь к растениям. Она пишет, что все правильно, лучше не сказать, и что наши предки говорили, не потопаешь, не полопаешь. Комментарии к постам пишу редко, но здесь не удержалась. Потом Елена Верткова пишет, вот про монофосфат калия к этому видео, что все понятно объясняете, по несколько раз повторяете, подводите итог. Хочу обратиться к тем, кто не понимает, есть инструкции на пакетах, наверняка есть какая-то литература. Изучайте вопрос дополнительно, мы же взрослые люди. Да, я тоже хочу сказать, что я всегда, если меня какой-то вопрос интересует, где-то что-то услышала, нужно статьи читать, очень много сейчас информации, и, конечно же, прежде всего, выполнять инструкцию, придерживаться инструкции на всех, на всех вот этих пачках. Вот она пишет, только сегодня буду сеять свои первые баклажаны и перцы. Я тоже завтра буду сеять томаты для открытого грунта. Немного вот эти праздничные дни отодвинули, посев на несколько дней. Думала, что раньше посею. Ну, завтра, 12 марта, это нормальный срок для начала посевов для открытого грунта. Начну с позднеспелых, крупноплодных, потом средние буду, и в конце месяца уже буду ранние сеять. Рассада шикарная. Вот пишет Любовь, спасибо за ролик, тоже делаю вторую пикировку у ранних томатов, пока идет все хорошо. Это вот в какой фазе пикировать. Тут я в этом видео, я как раз рассказывала, что пикировать не важно, какая фаза. Я и с двумя семидолями пикирую, и с одним настоящим листом, и с тремя, и с четырьмя, и с пятью. Если научитесь нормально пикировать, да там и учиться нечему. Пересаживать можно в любой период, главное потом соблюдать условия. Не заливать, и все хорошо будет, чтобы грунт был хороший. Елена Александровна пишет. Удивляюсь вашему терпению, не могут люди понять, что вы не нянька разжевывать. Но это ясно, всегда находятся люди, которым что-то непонятно. Так, Ирина Бойнова пишет. Все четко и ясно. Кофе плюс ваше видео по утрам, лучшее начало дня. Так. Вот интересный комментарий, который надо взять на вооружение. Можно привезти коня на водопой, но заставить напиться нельзя. Кто не хочет, тот не пьет, но это точно. И пишет Евгений Кичаев, который как раз вот первый в комментариях упомянул о монофосфате калия, что это хорошая такая подкормка для укрепления рассады, чтобы она не вытягивалась, а была коренастая. Вот с этого все началось обсуждение. Теперь многие уже пишут, что они так делают, что это им помогает. Кто-то пишет, что у них и так вырастает без дополнительных удобрений, без подкормок. Я вот тоже говорила в самом начале, сейчас повторяю, что я не делаю. Хочу нынче ради эксперимента какую-то часть полить, но хочу объяснить, почему я не делаю это. Мне не хочется на такой ранней стадии, когда еще рассада совсем молодая, добавлять какие-то вот эти вот препараты, удобрения. Знаете почему? Чтобы потом, когда что-то пойдет у нее не так, не сидеть и не ломать голову, от какого именно препарата, от какого вещества, от какого удобрения у нее что-то пошло не так. Потому что некоторые за весь процесс жизни вот этой рассады так намешают, и то добавят, и другое, и опрыскают, и поливают, и все. А потом говорят, а что-то у меня рассада начинает желтеть, или там затормозилось просто. Ну как потом разберешь вот в этом коктейле всяких добавок, удобрений, что пошло не так, что ей повредило. И я вот поэтому предпочитаю, сколько есть сил, держать ее все-таки в естественном таком произрастании, чтобы она росла своим, как что ей предназначено, то и вырастет. И если уж потом будет очень-очень такое, какое-то, ну, такая ситуация, что потребуется или подкормка, или чем-то обработать, тогда уже в крайнем случае. Это не из-за того, что я не приветствую, например, употребление вот этой агрохимии. Видели все, что в открытом грунте я вот этим монофосфатом калия как раз делала обрыскивание по листу подкормку для того, чтобы томаты были сладкие. Потому что именно фосфор у нас за это отвечает. Фосфорная вот такая фосфоросодержащая подкормка дает нам возможность получить более сладкие томаты вкусные. Вот отвлеклась я. Евгений Кичаев пишет, работайте спокойно, недовольные люди всегда были и будут. Есть некоторые категории людей, новички, которым сначала все непонятно. И понятные для нас слова пикировка, перевалка приводят их в священный трепет. А есть те, которые схватывают на лету, с ними просто и приятно общаться. А есть необучаемые, им все всегда непонятно. Таково свойство их ума. Просто пожалеем их и простим. А есть нытики, они всегда и всем недовольны. Проходим мимо них, не обижаясь. Вам решать, на кого тратить свое драгоценное время в жизни и ориентировать ваше видео. Евгений, вот из-за этого я и повторяю. Потому что, например, в комментариях, когда пишет человек, мне непонятно, я не могу сразу определить, кто он. Или нытик, который просто всем всегда недоволен. Или человек, вот есть необучаемые или как трудно обучаемые, им вот все непонятно. Или понятно только со второго и с третьего раза. Конечно, приятно работать с теми, кто сватывает все на лету. Это очень приятно. Но не все люди такие. Я знаю, что вот я сама училась в школе. И если я, меня иногда даже бесило, что уже все понятно, а некоторые все переспрашивают. А как вот это? И учителя с ними бились и бились. Но действительно, как вы говорите, что их нужно пожалеть. И только поэтому я повторяю. Потому что может быть какой-то человек, которого мы примем за нытика. А на самом деле, ну может быть не может он понять. Вот для него это может быть сложновато. Может быть он новичок, который не схватывает все на лету. Но которому действительно интересно и который хочет это узнать. Ну вот ради этого я повторяю еще и еще раз. На будущий год еще раз буду повторять. Потому что даже если это написал нытик, ну ладно, значит я рассказала все равно не напрасно. Другие люди, которые перед этим наш предыдущий видеоролик не видел, посмотрят этот видеоролик. И уже кто-то еще может быть чему-то научится. Ладно, будем повторять. Марина Шляхтич пишет. Ну это еще тоже летнее, давношнее про окучивание. В этом, наверное, и фишка в мульчировании, что окучивать не надо. Да, конечно, да, что не создается корка на земле. Вот Ирина пишет. Понять мне уже некуда. Ну вот кому-то вот сразу понятно, с первого раза. Ну поймите, что мы состоим из разных слоев. Вот сейчас около 70 тысяч, по-моему, даже около 80 тысяч людей. Ну не можем же мы быть все с одинаковым уровнем. Вот образование вот этого огородного и усвояемость информации у всех разная. Ну делаю скидку на то, что люди, может быть, с первого раза действительно не понимают. Вот Нина Шустова пишет. Все четко и понятно рассказываете. Спасибо. Ну это хорошо, что многие понимают. Конечно, большинство понимаете. Вот Галина Мешкова пишет тоже, что все понятно. Так, пишет Ирина. Спасибо большое, попробую на нескольких томатиках в монофосфат. Посмотрю на результаты. Показалось, что фосфора маловато. Я вот тоже не всегда рекомендую начинающим все сразу брать на вооружение. Все советы, которые они где-то читают, где-то слышат от блогеров. Потому что можно вот в этих названиях, вот в этих препаратах запутаться и наделать там черти что. Всегда говорю первым, первогодкам, вот кто второй год. Попробуйте сначала просто так вырастить рассаду, без всего. Потом вы уже поймете, какого вещества не хватает, какой препарат может помочь. Потому что тут даже сейчас столько средств новых всяких препаратов, даже опытные-то путаются. И поэтому я вот не расширяю вот этот такой ассортимент применяемых препаратов, только из-за того, чтобы не запутаться. Проще ведь безо всего. Конечно, проще. Только в крайних случаях. Вот Зина Тихонова в подтверждение моих слов пишет. Сослипу развела монофосфат неправильного, увеличила дозу в два раза. И это ведь не единичный случай. Что с рассадой? Погибнет, смотрю на нее второй день, вроде стоит. Подскажите, кто с этим сталкивался? Ну я уж, я однозначно не могу вам помочь. Я с простым-то раствором не работала, а с в два раза концентрирование. Но вот Евгений пишет. Именно поэтому я не рекомендую на стадии рассада начинающим опрыскивать раствором удобрения. Можно легко ее сжечь. А вот почему вы опрыскивание-то не хотели. А я еще думаю, ну я вот опрыскиваю уже, там бывает, что сухо или что, ничего с ними не случается. Или из-за опасности сжигания. И вообще лучше удобрить не два раза, как в инструкции, а четыре. Но брать в два раза меньшую концентрацию, чем рекомендовано. Вот тоже хороший совет. Лучше сделать послабее концентрацию и лучше повторить потом. Да, я тоже с этим согласна, что, конечно, лучше увеличивать не нужно концентрацию. Так, тут вот советуют уже землю вытряхнуть, добавить еще столько же земли, перемешать, посадить заново. Но это сложный, наверное, вариант. А можно ничего не делать, рассада сама возьмет сколько нужно. Вот тут говорят, что передоз не страшно. Ничего не нужно вытряхивать, делать вид, что так и надо было. Мало поливаете, мало забирают. Ну вот почитайте комментарии к этому видео, вам тут уже люди многие помогают. Нет никакой трагедии, несоответствия. Говорят о том, что ли в кляшу они искали. Откручивали, отключили. А, это про то, что как лайки. Почему лайков мало? Я вот сейчас скажу про это, что я думаю. Вот Любовь Ю написала, что много просмотров, мало лайков. Почему не ставите лайки? Люб, я вам, конечно, очень благодарна за то, что вы как-то переживаете, расстраиваетесь. Но многие люди, как? Они заходят и смотрят. Некоторые даже не знают, что нужно ставить где-то лайки. Это я так думаю, потому что я сама такая. Какие лайки, какие тут дизлайки. Половина населения, я думаю, вот, все-таки возрастные люди в возрасте и не все настолько грамотные. Вот пишет, просмотров 448, Любовь, а 65 всего лайков. Вот вам и ответ. Если честно, я вам вот открою страшную тайну. Я даже не проверяю количество лайков. И вот, например, если вот так открыть, вот где у меня вот эти, видите, комментарии, я больше всего в комментариях сижу. Тут количество лайков не указывается. Я иногда даже неделю, две недели могу не узнать, ставят люди лайки или не ставят люди лайки. Я читаю комментарии там, но пишут спасибо, спасибо, благодарны, и это хорошо. И даже если кто-то не умеет ставить или просто не поставил, потому что некоторые даже извиняются, ой, извините, я забыла поставить лайк. Ничего страшного. Самое главное, если мой видеоролик принесет вам какую-то пользу. Если вы что-то новое узнаете. Или еще интереснее, я вот всем рекомендую читать комментарии других людей. Не только мои слова, но и комментарии других людей. Здесь прям столько много интересной информации. Ну, не поставят лайк, ну и ладно. Ведь не для этого. Я не охотник за лайками, вы как уже поняли. Я никогда не прошу, ставьте мне лайки или там подписывайтесь. Взяли для себя что-то полезное, что-то интересное. Ну и слава богу. Пишите спасибо, очень хорошо. Конечно, возможно, как-то они влияют на, как сказать, на продвижение какого-то канала или что. Но если честно, я до конца так и не понимаю, на что влияют эти лайки. И кто их там пересчитывает, подсчитывает, для чего они нужны. Я вижу, что люди, большинство людей, вот, пишут, что узнали много нового. Пишут с прошлого года даже. Вот кто с прошлого года смотрел. И уже через год говорят, что мы по вашим там рекомендациям, по вашим советам, то-то, то-то сделали, так-то вырастили, то-то сорт посеяли, очень хороший урожай получили. Некоторые пишут, что урожай получили впервые. Хорошие вот эти, ну, новички, которые не знали, не умели. Я всем благодарна за любой отзыв. Но если нет лайков, ну, ладно. Так. Ну, вот Любовь пишет, что за Ольгу обидно, что... Милые женщины, зачем ругаться? Ольга так разжевывает, что дальше просто некуда. Если вы что-то не поняли, это ваша проблема, надо вешливо переспросить у нее, она обязательно вам ответит. Зачем обижать своими негативными высказываниями? Посмотрите канал, там-то, да? Вы ее консультации не оплачиваете, многие даже лайк не ставят. Ну, наверное, лайк считается, это как вместо спасибо. Я тоже, я до конца, если честно, не понимаю. Но вот я Любови хочу сказать. Спасибо, что вы переживаете, конечно, за меня так. И я вот эти комментарии, когда читаю, вот, мне неинтересно. Много лишнего, бла-бла-бла. Я просто считаю, что человек, он ошибся адресом, попал не туда. Ему нужно идти на более такой, может быть, канал, который пишет доктора наук. Или там есть очень такие образованные люди. Пусть смотрят там. Так, куда... Ну, Захар Федотов тоже пишет. Куда еще понятнее. Когда кому-то непонятно, я не то, что вы пишите, не обижайтесь. Я не обижаюсь, мне просто непонятно, почему человеку непонятно. Или он не понимает, потому что смотрит наспех и не вдумывается в смысл сказанного. Или я действительно иногда что-то не так. Я иногда могу, заговорюсь и скажу что-нибудь не то. Вот пишет Людмила Волохина. Проходите мимо неадекватных комментариев. Все доступно. И Елена Корсун пишет. Все разжевано так, что понял бы и ребенок. Но будем, значит, жевать еще сильнее. Вот Гульнас как раз пишет по теме. Вот единственный комментарий, который человек именно обратился вот к этому видеоролику по адресу. Все четко понятно. Но у меня есть вопрос к вам, как к более опытному садоводу. У меня рассада очень хорошо всходит. Но корневая система не очень. Не такая, как все показывают на видео. Хотя под подсветкой стоят не только томаты и питонии, чем подкормить для лучшей корневой системы. Вот я и пишу. Вот монофосфат калия как раз для этого и служит. При такой подкормке корневая система развивается, а верх немножко тормозится. И вот эта же вытяжка с этого суперфосфата тот же самый эффект дает. Но дело в том, что вы, если вы руководствуетесь тем, что, смотрите, опять человек пишет, что все показывают на видео, а у меня корневая система не очень. Вы можете немного обмануться. Иногда некоторые показывают на видео более развитую корневую систему именно после вот таких подкормок. Вообще, если сейчас, в такой ранний период, смотря какого возраста у вас рассада, она должна быть корневая система не всегда же сразу вот такая вот целый полный там стакан или лоток. Она должна тоже развиваться постепенно и искусственно принудительно ее стимулировать. Я бы тоже не советовала. Вы должны разобраться, она действительно у вас недоразвитая или вам так просто кажется, насмотревшись на видео вот с такими большими корневыми системами, которые уже после подкормок сделали с такими. Основная причина, вот Виктор Шадрин хочет помочь, Гуль нас объясняет ей. Основная причина плохого ветвления корней – почва для рассады и температурный режим на первом этапе. А фосфорно-калийные удобрения для развития корневой системы рассады – это регламент для любого сельхозпредприятия, проверенный годами. Ну вот это он называет, почему у вас может быть корневая система не такая, как вам хотелось бы, температурный режим и почва для рассады. Но это надо в каждом отдельном случае смотреть действительно, может быть у вас и так все хорошо будет. Здравствуйте, Ольга с прошедшими праздниками. Вы интересовались кабелями для подогрева грунта, вот кабель купили на канале «Мой дом, моя деревня», я сказала спасибо, надо посмотреть, я все-таки интересуюсь. Как-то люди говорят, что у них есть греющий кабель под землей в теплицах, у нас-то не обогреваемая. Вот смотрите, еще, вот наверное последний сейчас, это уже время много, любовь задорожная. «Приобрела семена Винни-Пуха, подскажите, пожалуйста, есть ли он карликовый, нужно удалять коронный цветок или нет? Спасибо за советы, всегда отвечайте на мои вопросы». Люба, вот я не знаю, я про этот карликовый Винни-Пух говорила сто раз, но ни в коем случае нельзя удалять ему коронный цветок. Я всегда, вот когда на этот вопрос отвечала, я говорю, перед тем, как удалить коронный цветок, вы узнаете, что это за перец. Коронные цветки обычно не удаляют на карликовых, а у Винни-Пуха, у него букетное образование завязей. И удалив вот этот коронный цветок, они у него все в одном пучке, именно наверху, вы не вздумайте удалять все еще эти цветочки. Букетное расположение завязей, это значит, что он не будет в сторону сильно раскуститься никуда, они все будут вверху, именно в том месте, где вы предполагаете коронный цветок удалить. Ничего удалять на нем нельзя, его не надо формировать, его не надо общипывать, ничего удалять, он сам вот как вырастет, так и вырастет. И все вот эти цветочки будут наверху, и все вот эти перчины, они будут тоже вот здесь вот наверху, на самой вершинке. Это очень интересный такой перец, который не требует вообще никакого ухода, вы просто его посадите и пусть он растет как есть. Ну там на стволике можете нижние листики удалить, потому что обычно, когда он вот такой раскустится, и нижним листьям все равно им не хватает солнца, не хватает освещения, они всегда более бледненькие и стареют быстрее, но и лучше, чтобы они земли не касались. Так что листики можете немножко отщипнуть нижние, и ни в коем случае не нужно удалять ничего, никакие цветки с него. У него и так их не так уж много, он же карликовый, он больше не вынесет, но плоды получаются такие большие, они не очень тонкая стенка, красивые такие, тяжелые, хорошие, нормальные плоды у карликового, у этого винни-пуха вырастут. Все, до свидания, я желаю вам начала, у кого нет теплицы, сейчас же у нас только начало сезона начинается, будем начинать сейчас посевы для открытого грунта, и вот эти вот перцы, кто на улице выращивает, скороспелые, ранние, кто-то у нас сеет только в марте, не все сеют в феврале, у кого-то нет подсветки. Но я желаю все-таки посеять, кто начинает поздно сеять, чтобы ваша рассада нашу догнала, чтобы у всех был хороший урожай, ну сначала, конечно, качественная, красивая рассада, потом хорошая погода весной и богатый урожай. Все, до свидания.